Приветствую, друзья! Задержание Алексея Навального по прилёте в Москву кардинально изменило политическую поляну и ситуацию в стране. Дело даже не в самом аресте. Арестовывали многих противников путинского режима. Дело не в предшествующем аресту отравлении. Как мы теперь понимаем, в последние годы отравление политических оппонентов, ну или тех, кого режим считает врагами, стало обычным явлением. И это даже не вчера началось. Причём не первый раз оппоненты Кремля возвращаются, а затем идут в тюрьму или их травят повторно. Но именно сейчас путинский режим перешёл в новую стадию. Мы можем сказать, что у нас в стране окончательно сформировалась диктатура. Что я под этим подразумеваю? Что единственным смыслом жизни правящей банды и подконтрольного им государства становится именно удержание власти. Всё упростилось до нельзя. Путин должен быть у власти не потому, что может наладить жизнь в стране, а потому, что больше никто не может иметь право на власть. В принципе, наиболее отмороженные люди из власти уже так и говорят прямо вот на камеры. Что же мы видим от этого господина? А мы видим, что здесь стремление любыми путями прорваться к власти. А ничего, что в Конституции зафиксировано, что любой гражданин имеет право прорваться во власть. И даже принятые на пеньках поправки пока не лишили быть правоизбранным каждого россиянина. Хотя, конечно, особые права Путина на эту самую власть в эти самые поправки засунули. Алексея Навального отравили, а затем арестовали именно потому, что он претендует на власть. А на власть претендовать нельзя. И объясняют это непонятливым. Теперь вот прямо. Это раньше пытались отсекать от выборов, не регистрировать партии, не регистрировать общественные организации, выдумывать судимости, придумывать погрешности в документах. Теперь все. Притворяться устали. Ну или не считают нужным. Теперь государство со всеми его ресурсами и с координацией всех органов открыто работает на уничтожение соперников путинской власти. Навального травили сотрудники ФСБ, состоящие на службе. Травили по приказу. А сам президент даже не скрывает, что факт слежки за оппозиционером имел место быть. Этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Это качественный переход. Он, может быть, и не прямо сейчас состоялся, но именно сейчас он стал очевиден. Это новое качество требует корректировки подходов со стороны оппозиции. Ну и с моей в том числе. В условиях противостояния диктатуре каждый должен заниматься своим делом. Противостояние, очевидно, состоит из многих направлений. Это, собственно, политическая борьба, а именно участие в уличных акциях, в избирательном процессе. Это создание образа будущего. Картинки и плана той России, которая так нужна нашим гражданам. Которую путинский режим разменял на личную власть и богатство. Это помощь тем молодым людям, которые хотят стать публичными лидерами, двигающими страну к демократии. Это многое другое. Алексей принял на себя высокий уровень персонального риска. И любое действие, будь то уличная акция или умное голосование, или увеличивают этот риск, либо уменьшают его. В такой ситуации он должен сам принимать наиболее острые решения, касающиеся подобной активности. Во всяком случае, до существенного изменения условий и появления лидеров, несущих аналогичные риски. Логично, что в текущей ситуации инициатива по организации уличного протеста, участию непосредственно в избирательном процессе, должна быть на стороне команды Навального. Я желаю Алексею успеха и готов помогать в этой работе. Я буду поддерживать умное голосование, а сейчас присоединяюсь к призыву штабов Навального выйти на акцию поддержки 23 января. Я был в положении Алексея, знаю, каково это, и знаю цену общественной поддержки в такие моменты. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к акциям, присоединяйтесь к требованиям освобождения Навального. Массовые акции, не считая поддержки западных лидеров, это на самом деле единственный способ добиться этого самого освобождения. Наша общая задача не только устранить путинский бандитский режим, но и предложить ему внятную привлекательную альтернативу, определить нормальное, достойное место России в мире. Нам нужно организовать подготовку и работу тех, кто сможет двигать страну в будущее. Я много лет, в том числе и из тюрьмы, занимался именно этим, и эту работу я продолжу со своей командой. Тем более, что по основным идеологическим вопросам принципиальных разногласий в среде оппозиции становится все меньше. Мы одинаково смотрим на необходимость смены Путина и его банды. А после заявления Навального о видении будущего России как парламентской, а не президентской республики, это наше существенное разногласие устранено. Хочу верить навсегда. Суперконцентрация власти, она не то что вредит, она губит нашу страну каждый божий день. И отсутствие нормального парламента губит страну каждый божий день. Мы должны двигаться в сторону парламентской республики. И, ну опять же, это просто некий закон. Мы хотим быть богатой нормальной страной. Богатые, нормальные, успешные страны почти повсеместно. За редчайшим исключением это парламентские республики. Надеюсь, и по остальным вопросам мы все постепенно достигнем консенсуса. Конечно, есть еще несколько важных направлений. Это помощь политзекам, это защита прав граждан, отстаивание свободы слова, расследование деятельности участников мафиозного режима. Постараюсь продолжить делать в этих направлениях то, что могу. Ближайшие годы будут непростыми для страны. И рассчитывать нам в основном придется только на себя. Страны Запада сосредоточатся на решении собственных глобальных задач. Им просто не до нас. Путин это прекрасно понимает. А поэтому для удержания власти он будет использовать любые методы и инструменты. Путин и его друзья не видят себя вне властной вертикали и готовы на любые преступления, чтобы оставаться в ней. Вы сами видели. Им есть что защищать. Им совершенно наплевать, что будет с остальной страной и с ее гражданами. Нам самим придется спасать Россию от этой банды. Бороться за сохранение нашей страны, за сохранение ее народа. Нам всем предстоит много работы. В том числе для того, чтобы заложить основы социального государства, которое будет защищать граждан, а не воевать с ними. Государство, которое даст россиянам долгожданную уверенность в будущем, благополучную жизнь, ощущение безопасности. Это будет непросто, но и не скучно. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо!